Супруги из французского портового городка Марле на велосипеде преодолели более 12 тысяч километров. Ришард Долаве и его жена Бернадетт Элеуэт путешествуют по миру уже 14 месяцев. Пара признается, что они с детства мечтали прокатиться на велосипеде по всей земле. Осуществить задуманное удалось, выйдя на пенсию. Дети и внуки поддержали. Мы почти пять лет потратили на организацию путешествия. Нужно было определиться, какие страны мы хотим посетить. Потом нужно было определиться с велосипедным оборудованием. Мы готовились, экономили, собирали деньги. Семья нам в этом помогала. Кроме этого, мы продали все электробытовые приборы, которые не нужны были нам на момент нашего отсутствия. Сначала туристы объехали почти всю Европу, а теперь знакомятся со странами Средней Азии. Путешествия по Великому Шелковому пути. Казахстан – 17-я страна на пути. По дорогам нашей республики Читай ездит уже с апреля. Здесь к путешественникам присоединилась сестра Бернадетт Симон. Втроем они побывали в Актау, Туркестане и прибыли в Шумкент. Мы вначале представили Казахстан, что это пустыня с оазисом. А когда мы перешли границу, ехали из Узбекистана. Мы увидели здесь прекрасный пейзаж. Нам друзья, знакомые в интернете говорили, что в Казахстане очень хорошие люди. Но мы сами не ожидали, что здесь нам устроят такой теплый прием. Если, например, вдоль дороги мы останавливались, немного перекусить, выпить водички, обязательно какая-нибудь машина остановится, и люди спрашивают, что-нибудь вам нужно. Может быть, вам нужна еда, может быть, вам нужна вода. Или просто сфотографироваться. В дорогу путешественники взяли немного вещей, продуктов, медицинских и санитарно-гигиенических принадлежностей, посуду, инструменты для ремонта велосипедов, средства связи. В итоге 18 сумок. Все они надежно прикреплены к двухколесному транспорту. Один груженный велосипед в среднем весит 50-60 килограммов. Это своего рода тихое такое путешествие. К тому же мы не загрязняем окружающую среду. Мы можем остановиться в любом понравившемся месте. На велосипеде намного легче, чем на машине. О своих приключениях иностранцы рассказывают всему миру. Ведут блог, где делятся фотографиями и впечатлениями. Велопутешественники уже отправились в Тарас. Следом запланированы Бишкек, Алматы, Усть-Каменогорск. Возвращаться домой туристы пока не намерены. Говорят, будут колесить по миру, пока есть силы и желания. В целом, по их расчетам, кругосветка займет 4 года.